Славянск на Кубани – город студенчества. Самые активные, творческие, яркие ребята вновь собрались вместе на ежегодном слёте ученических и студенческих самоуправлений. Тему продолжат Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. В Славянском районе ведут свою деятельность 40 ученических и студенческих самоуправлений. Молодежный совет при главе района, советы при главах поселений и районный ученический совет, в состав которого вошла лучшая и активная молодежь Славянского района. Ежегодно состав самоуправлений пополняется активными, творческими и целеустремленными лидерами. Тому подтверждение слёт ученических и студенческих самоуправлений. Каждый год здесь, в Сельском доме культуры, в Анастасиевской, собираются 800 самых активных, самых умных, талантливых и позитивных ребят нашего района, для того, чтобы подвести итоги, для того, чтобы просто провести хороший праздник, который будет подводить итоги очередного учебного года. И не только учебного года, но и года работы, активной общественной работы, активной волонтёрской работы. В общем, сегодня праздник для самых активных ребят Славянского района. Дальше их ждёт увлекательный концерт с силами же самых активных и талантливых молодых людей. Квест-игра по станциям, полевая кухня и праздничный костёр. В течение всего года школьные и студенческие самоуправления активно работали на благо своих учебных заведений и всего района. На итоговом слёте было принято решение наградить лучших из лучших почётными грамотами и благодарственными письмами. Хочу сказать, что вы являетесь гордостью района. Вас равняются ваши сверстники, потому что вы своим трудом, своей усидчивостью, своей целеустремлённостью добиваетесь показателей. Уже на протяжении многих лет школьные и студенческие самоуправления нашего района позволяют решать многие проблемы в среде молодёжи, выявлять и поддерживать молодых людей с активной жизненной позицией, создавать условия для реализации творческого потенциала учащихся и многое другое. На слёте у ребят есть возможность не только познакомиться, но и поделиться своими успехами. У каждой команды есть своя группа поддержки. Настроение супер, очень здорово и самое интересное потом узнать результаты. Я на этот слёт ездил уже второй год. Мне очень нравится, потому что здесь раскрывается молодёжь. Очень интересно, мы бегаем по станциям, вообще очень интересный концерт нам тут показывает. И в общем мы всегда приезжаем вообще с положительными эмоциями, всегда под впечатлением и мы все рвёмся сюда. Анна Димитрюк участвует в слёте уже не первый год. Для неё это возможность заявить о себе, проявить все свои творческие, организаторские и лидерские качества. Во-первых, наверное, стоит сказать, что этот слёт – это всегда очень весело, интересно, всегда мы с положительными эмоциями, всегда сюда рвёмся, едем, бегаем по станциям, всегда… Ну, в общем, всегда ребята с нашей школы едут, чтобы насладиться эмоциями, чтобы насладиться этим праздником, потому что всегда это очень весело, всегда это сплочение с другими какими-то школами, с другими командами, с другими ребятами. Для кого-то самоуправление – это повод хорошо и интересно проводить время, для кого-то – возможность заявить о своих качествах. Но главное то, что эта молодёжь неравнодушна к жизни в своей малой родине. После завершения официальной части прошёл праздничный концерт по случаю окончания учебного года. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».